Йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я Утес Шуморо, и добро пожаловать в Marauders! Игру, которая вышла, соответственно, в релиз в ранний доступ. Не в релиз, а в ранний доступ в Steam. Значит, мы с тобой снимали закрытую версию этой игры, да, закрытый доступ этой игры. А теперь пришло время посмотреть на нее, как говорится, плотно уже на раннем доступе. Это убийца Escape from Tarkov, точнее, копия Escape from Tarkov. Но в космосе, как говорится, у нас есть с тобой здесь снаряжения всякие разные, можем крутить, вертеть, как говорится. Значит, у нас есть с тобой разные. Мы здесь делаем вылазки на космическом корабле на разные станции, забираем оттуда лут, вывозим обратно и получаем от этого удовольствие. Короче, предлагаю тебе посмотреть, не забывай въебать мне лайк, если ты хочешь больше подобных игр, как говорится. А мы с тобой приступим сейчас и увидим, насколько интересный Marauders стал после каких-то изменений, которые у него произошли после закрытой версии. Пошли? Пошли. Итак, братишки моей сестренки, значит, лут, килл, убегай, как говорится. Мы с тобой находимся на моем космическом корабле. Значит, давай мы управление поставим, чувствительность мыши на вот так вот где-нибудь. Просто интересно. Кстати, интересно сделали чувствительность мыши. Опа, игра стала подинамичнее, она была вообще медленная. Бег теперь здесь реально быстрый достаточно. Слушай, очень интересно. А что с графеном? Давай мы с тобой сделаем графенчик сразу же у нас, посмотрим, как у нас тут. 90 фпс у нас ограничение стоит, масштаб разрешения. Нормал, естественно. Что это такое? Качество и все хай-хай-хай. Хорошо. И кадров у нас 120 лимитка, да? Теперь давай попробуем кадров залимитировать больше. 144. А, 144 сделаем. И управление, еще немножечко мышку вот так сделаем. А то слишком быстро. О, так попизже. 144 фпс у нас, короче, здесь. Мы с тобой находимся на моем космическом корабле. И сейчас будем делать вылазку, короче, на нем. Подходим вот сюда. F пилотировать корабль, значит. И наша задача с тобой встретиться либо с другими кораблями, либо залететь на какую-то станцию. Дальние просторы космоса у нас здесь с тобой. Тун, тун. Вот так вот мы здесь летаем, короче. Что-то все равно с разрешением у них очень странное. Вон там, видишь, корабли полетели. Мы можем их заабордировать, короче. Можем заабордировать корабль, а можем заабордировать какую-то станцию, а потом выбраться с нее. Это по мне? Ой, маленький. А, это вы только вы, это вышка стреляет по мне, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, сопа, ой, сопа! Это что-то? Уходи! Сука! Я в капсулке, я в капсулке. Чё за нахуй? Я в капсулке ухожу. Ты вилда сразу меня встретили? Чё за нахуй? Прикольно сделано, кстати, вот эти вот анимации. Ты вилвилвилвилвилвилвилвил, да? Сразу и псти меня, как давай. Всё, короче. Всё, пизда, моему кораблю, короче. Я, короче, сейчас абордаж не буду вот этого чела. Ему тоже, походу, пизда. Он пытается в станцию сейчас залететь. Блядь, а я на капсуле, он... Я не успею. Он залетит в станцию. Я абордировать его не смогу. А я могу на... Да, я могу на станцию залететь тоже в капсуле. Ой, нет, не могу. Мне нужно кого-то абортировать, на чём-то корабле лететь. Там тоже пизда корабля. Ой, это мой горит. Это внизу тоже кто-то перегорел. Слушай, мне нужно будет перехватывать кого-то. Начито корабль на абордаж брать. Я не знаю, вылетели. Вот это вот нижний корабль чей вообще? Там горелый, тут горелый. Подожди. Тот корабль продолжает пиздюкать. Но на нём мы не улетим. Здесь обломки уже корабля какого-то, чьего-то. Челик, который успел, он успел. Слушай, а на капсуле я могу залететь куда-нибудь? Почему я на станцию не могу припадать? А, я не могу, потому что, да, нужен корабль. А вот это что за мини-станция? Вот это вот что такое? Это тоже же судно какое-то. Может быть, мы с него что-то вывезем. А вот там вот выход у нас. Вот такие ворота, короче, в этой игре. Это выход, соответственно, с зоны, с локацией. Вот это вот что это за хуитель? Абордировать не? Можно? Баллоны какие-то непонятные. Короче, нам теперь здесь какая ситуация? Нам ждать, пока какой-то челик налутается, вылетит со станции, и мы его перехватим. Бля, то, что вышку поставили, я вообще в шоке. Такого не было раньше, да? То, что вышка какая-то берет и расстреливает всех нахуй. Полный ход. Три четвертых. Одна вторая. Стоп. Подожди, залететь могу, нет? Больше с этой стороны залетать никто не собирается на станцию, мне интересно. Не, я не могу, видишь, на капсуле залететь. То есть мне нужно искать корабли. И на них, соответственно, уже запрыгивать, залазить. Вон там, вон какая-то станция под разъебчинкой. А, здесь еще одна турель. Здесь везде турели. Нужно их огибать. Бля, пойдем абордируем того, в кого стреляет пушка. А если их сначала абордировать, эти станции, можем что-то с ними сделать, нет? Надо потестить это все. Нет, станции мы не можем абордировать. Там пиздячила идет. Что это за взрывы? А, это, это пушка стреляет, короче, сюда попадает, понимаешь? Верхний корабль это мой. А вот по-нижнему кто-то, кто-то, пушка стреляет. Это непонятная хуйня. И почему оно стреляет сюда? Оно просто уже стреляет, блядь. Оно стреляет вон по этому кораблю. Вот поэтому. Блядь, один просочился, прикинь, челик. И он сейчас станцию лутает, херачится там. Ну, либо от кис уже. Сейчас вот этого попробуем на абордаж, блядь, посмотреть, что и как. Игрух, конечно, интересная на самом деле. Идея интересная, задумка интересная. Абордаж. Кто здесь, нахуй? Минус чел. Сука! А мне что, рюкзака нет? Еще кто-то тут есть? Еще кого-то слышал? Что на станции, что на корабле есть? Наверху кто-то топает. Минус еблядинка. Минус еблядинка. Сука! Медяк. Карточка-жилет. Ганчик. Ну, блядь, я меня все равно не улечу на этом корабле. Я могу его починить как-то? Что-то боты какие-то стали вообще, блядь. Невероятно... Невероятно глупые. Починку какую-то я могу здесь произвести? Ремонт. Могу эвакуироваться, нахуй. А движок там, починку как-то? Эйрлок. Это на выход. Это после стыковки мы используем. Не, надо уходить нахуй отсюда. Нужно, короче, перехватывать чела, который... Вот, видишь? 0% все, пизда. Полетели отсюда нахуй. Что-то подлутали, как бы. Не очень хорошая вылазка получилась у нас, на самом деле. Ой, блядь. Ну, что-то медиак хотя бы забрали, я не знаю. Какая-то монетка у нас с тобой появилась. Челики не вылетают, нет, со станции? А я могу на капсуле вообще вывести, спасти? Давай проверим теорию, кстати говоря. Ну, ладно, разъебали нам корабль. А могу ли я вообще улететь и скрыться? В любом случае, на выход же ребята полетят. Если у меня абордаж, я могу, по идее, на их корабле улететь на выход? Лжи, нет? Блядь, это очень интересный момент. А вот там вот что за капсулы? Блядь, мне так интересно поизучать эту игру, я не знаю. Пиши, что думаешь по поводу этого. Это как-то, знаешь, это, я тоже, кто любит Escape from Tarkov, лутации и все прочее. Но плюс тебе еще дают ко всему космические такие приключения, да? Причем здесь стимпанк такой, такая, знаешь, атмосфера интересная, как будто технологии, знаешь, сороковых совместили. Подожди, как это называется? Это не стимпанк, это, блядь, назови как правильно этот жанр называется. О, нихуя! Дурак, что ли, на мину лететь? Я мог догнать тогда челика вот так вот на левую кнопку мыши. Прикинь, в начале когда. А сейчас мне только ждать в засаде, блядь. И неизвестно, прилетит ко мне кто-то или нет. Я могу выбраться на капсуле и избежать. Нихуя я не знал. Нихуя себе, оказывается, я могу на капсуле вывести лут. Тут еще должен быть подсумок, вроде бы. Да, рейдер, 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 это не люди, это мы ботов, чтобы пизданули. Так же есть боты, так же есть люди. То есть всякие такие вещи, вот я медики какие-то собираю, которые можно продать, консервочки. Мой автомат почему-то, с моим автоматом какая-то хуйня произошла. Внешний вид у меня здесь есть всякие варианты, контракты, оружие. Торговля, изделия, утилизация. О, металлолом, утиль. Утилизирован. То есть всякое говно, которое мне вообще не нужно, я могу, соответственно, таким вот образом делать. За 300 долларов у меня 65 тысяч. Я могу открыть крафты какие-то. Ля, ты посмотри, подожди, давай-ка мы разберемся с этим. Приклад для мат. Глушитель для УЗИ. Это что у нас? МП-40. Для ППШ, для БАР. На МП-40 у нас здесь нету нихуя. Это тяжелый фрегат, это наши корабли. Фрегат-разведчик. Так, здесь мы корабли можем докупать, какие-то реактивные установки. Это пушки, да нихуя можно и развивать свой корабль полностью. Ля, ты посмотри-то, а. Пистолет мат-49. Открыты. А, уровень 11 нужен и еще 5. Это не эти медикили нам нужны? Бля, это очень интересно на самом деле. А почему я, кстати, сумку-то с собой не взял? Вот у меня есть рюкзак и вещь-мешок мы можем, соответственно, всякое разное получить. И получить-то это удовольствие. Пошли, короче, еще на вылазку сделаем и багуем. Так, ребята, катка началась. Погнали. Погнали, пилотируем корабль. Бля, если... Слушай, надо корабль, наверное, улучшить. Чтобы было пизжи. Я хочу попробовать залутать станцию на самом деле. Посмотреть, насколько там опасно. Ускорение какое-то у меня есть на shift там, я не знаю. Там уже по кому-то лупится. Как-то я могу ускориться, не? Видимо, я никак ускориться здесь. А вон там пушка. Пизда. Там радар, я не знаю, обхожу я его или нет. Где-то вход тут есть, стыковочный. Вот это ли не вход стыковочный? Это не по мне же? Блядь, я хочу застыковаться. Залететь могу сюда, не? Могу. Я стыкуюсь. Все, пора, ребята. Пора, поехали. Опа, паркурчик такой. Ну, стала игра динамичнее на самом деле. Она стала порезвее. По-моему, выход у нас здесь, да, airlock. Вот, сейчас мы идем и лутаемся, короче. Как убежище 13, блядь, какой-то. Понимаешь, что с фоллаута у нас здесь сделано. Бля, охуенная игра. Не нужно прииграться, правда. Здесь по-своему пушки стреляют. Стала игра динамичнее, значительно динамичнее. То есть динамика стала значительно выше. Пушка просто привязана к еблету, это огромный минус. То есть, когда пушка привязана к лицу, мне не очень нравится, когда вообще, ну что это за движение оружия? Кажется, что у пушки нету веса, хотя игра... Хотя игра достаточно быстрая играется, да? Динамики добавили в игру. Ход в прицел. То есть, было, по-моему, по-другому с закрытой беты. Разработчики, скорее всего, учли все пожелания. Вот, у нас пошла подгрузка локаций, была скрытая такая, я прям прочувствовал это. У меня нет патров? У меня нет патров! Сука! Пошел нахуй! Сука, я патров не взял! Ёбаный тушканчик, блядь! Ты ж че, дурак нахуй, человек дурака? Ты тут человек дурака, ты ж... Оператив. Это я человека убил. Сука, я... Это были друзья, блядь! Они только залутались, а я... Сука, блядь! Какой же я, какая... Какая же я, мартышка обосанного... Обосанного тушканчика просто, ребята! Ребятульки, кто я? Кто я? Кто я? Кто? Кто я? Кто? Да никто! Да кто ты? Ой, прошу прощения. Я был крайне... Крайне скептически настроен на ситуативную ситуацию. Это был человек, понимаешь? И он у него был друг, а у меня не было патронов. А почему? Потому что я все вы... Ну ты ж дурак, да? Да, ты дурак. То есть, когда ты идиот, как я, да? То есть, получается, ты делаешь такие вот неправомерные, нравственные, опасные для себя действия. И, соответственно, как бы ситуация, в которую ты попадаешь, является крайне критической, потому что ты являешься, ну, таким, как я. И, блядь, почему дурак, вот я, выложил, взял патроны у себя из инвентаря? Ты кто? На время подбора игроков, собственно, сарежда? Ну вот ты кто, скажи мне? Чел был, кстати, на броне фуловенький такой, неплохой такой, разъебченко. Мы ему устроили. У него даже с пулемета нихуя не было. Вот сука, а. Слушай, ну это обидная и крайне неприятная ситуация. И я не знаю, как критически мыслить в таких вот моментах. То есть, когда ты сам виноват, просто без под... Ни ножа, ни второй пушки. А почему ты сейчас вторую пушку не положил? Скажи мне, брат. Вот скажи мне, брат. Ну вот кем ты являешься? Чё F, значит? А, понял. Тупый респект. Выйти в корабль. Мне нравятся такие игры очень, на самом деле. И здесь, конечно, нужно привыкать. То есть, мы с тобой играем первый раз. В закрытую бету мы с тобой играли разочек. Так, чисто посмотрели. Чисто технически, да. Много там тоже было у нас с тобой интересных моментов на серии. И вот здесь вот у нас нужно... Нужно просто критически мыслить, понимаешь. Если ты хуйню делаешь, ну ты делаешь хуйню, получается. Да, братан? То есть, ну зачем делать хуйню, если можно не делать хуйню? То есть, и это очень-очень неприятный момент, который провоцирует меня пиздануть. Вон того челика внизу, а я залечу на станцию. Я хочу станцию почистить, почекать, посмотреть, что изменилось по интерьерам. На самом деле, мне очень нравится делать обзоры на игры, которые, в принципе, мне интересны, да, такого вот формата. И мне очень нравится... Эти игры чекать. Потому что в них есть потенциал. То есть, как бы... И что, изменили разработчики? Что самое интересное, да? Потому что в таких играх... А... Вот почему закрытое бета-тестирование, кстати, написано слева. Это нихуя не закрытое бета-тестирование. Уже ранний доступ вышел. Кстати, в регионе российском она недоступна. Если ты сейчас будешь ее пытаться пробовать... У меня она уже была закрыта и бета-тестировала. Поэтому я смог ее установить и играть. То есть, если ты раньше играл в закрытой бете, ты можешь... Она у тебя в стиме остается. Вот, на твоем стим-аккаунте. А так нужен какой-нибудь другой стим-аккаунт, если вот такие вот вопросы у тебя возникнут. Многие делают казахстанские стим-аккаунты. Док, какой у нас? Мейн-бит. Мейн-бит. Пустой. Все так размыто как-то, блядь. Паркур не работает. Надо запомнить. Мейн-биток высадились с тобой. Многие играют по парам. Нужно это тоже понимать. Вот Мейн-эй. Сюда могут прийти челики, которые лутали здесь. Что-то есть. Лист металла. Горючка. Это все можно продавать, на этом зарабатывать. Визуально, интерьерно. Я не вижу каких-то характерных изменений в игре. То есть здесь рандомчик присутствует. И главное здесь лутаться. Толстый кабель. Много вода. Крекер. Прикольно, локации сделаны. Такие, знаешь, закрытые станции, но превалирует бетон и металл. Очень много открытых пространств в игре. Станция как будто зачищена, но лута до хера. Я даже хуй знает, откуда я пришел, на самом деле. Вот мы сейчас Танул Би с тобой идем. Закрыто. Нужен ключ, как в Таркове, видимо. Топают. Тут чел где-то. Минус еблятина. Жилет пиздец, чем у меня, да? Что за винтовочка? Что за винтовочка? Мейнбей. В принципе, могу отсюда уехать? Да. Смотри, что мы делаем сейчас. Я загружен. И попробовать штурмануть какой-нибудь корабль. Как бы такая у нас мини-вилла вылазка получилась, да? Ну, то есть нам-то нужно с тобой разобраться, как нам улучшать всякие вещи, да? У меня вот этот вот стандартный кораблик. Стандартные эти. Сколько эта пушка будет стоить, мне интересно. Сколько стоит лишний лист металла, толстый кабель, кабель. Давай, короче, улетим вообще просто. Мне нужно... Мне интересно, что у нас по ценам. И как у нас закупать снаряжение. Тоже вот такой вот фактор. Каким образом мы с тобой закупаем снаряжение в этой игре? Есть ли какой-то сейвбокс в случае потери? Патроны 9 миллиметров. Люгер. Люгер. Отказаться. Здесь всегда есть люгер, кстати говоря. Если ты его выносишь, то это заебись же. Engine room. Так, мне не нужен engine room. Мне нужен кокпит. Тихо, братан. Как-то размыто все очень странно. Почему разрешение такое какое-то непонятное? Вот сейчас нас могут фасти, кстати, враги. Вот нам нужно вон туда улететь. Пизданет ли нас кто-то на выезде? Влетели мы с одной стороны, вылетаем с другой. Если что, можно, в принципе, на капсуле вылетать, кстати говоря. Зачем улетать обратно на корабле, я не понимаю. Смотри, логика какая. Ты когда на капсуле вылетаешь, получается, ты же ничего не теряешь, да? То есть, и, соответственно, ты можешь просто, блядь, садиться на капсулу и как маленький пиздюк быстренько выбираться. То есть, тебе смысла нет, чтобы тебя пытались брать на абордаж. Слушай, интересный момент сейчас такой. Нахуя нам корабль, если можно на капсуле вылетать? Или мы теряем что-то, когда... Или у нас бонус какой-то, если мы на корабле прилетаем. Давай посмотрим это внимательно тоже. Как это сделано. Потому что такие моменты, они должны быть критичными. Ты должен понимать, что работает, а что нет. Это рейдеры, это были ботяры. Когда этот человек САС, получается, у нас. Снаряжение. Вот я могу его починить, например. Починить. Ага, все, понял. Я могу его починить. Починить, починить. Хорошо, у меня есть еще одна пушка. Здесь у меня какие патры? МП-40. Десяти миллиметровки. Правильно, правильно. Мы еще добавляем сюда. Эти патры мы спиздили. Бинт у нас тоже будет. Кабель мы с тобой оставляем. То есть, десяти миллиметровки, 60 патронов я могу с собой взять. И, в принципе, можно взять люгер, если вот, чтобы меня такой ситуации не было. Он тоже десяти миллиметровый. Давай проверим. Это девятимиллиметровый. Я не буду забивать слот. Вот, дальше. Торговля. Что у нас есть в торговле? А, нам предлагает капитан Вульф, раз в какое-то время, получается, вот, 3000 стоит вот эта пушка. 5000 моя пушка. Ножик 1800. И вот десяти миллиметровочки патры, да, если я хочу купить, 30-60, я могу вот здесь вот, получается, покупать, да, и тратить таким образом деньги. Лист металла. Что дорого стоит? Медяк стоит дорого. Вот это топовый лут, получается, да, у нас. Медячок. Так, все остальное нахуй не нужно, старичок, но мы можем с тобой, получая уровень... А почему у меня уровень 0? Загрузка статистики. Убита 6, убий смертей в 6. Всего рейдов 3, эвакуации 2, смертей 1. А, вот, я еще уровень не получил. То есть, когда я получу уровень определенный, я смогу из вот на уровне 1, я могу вещь всякое разное открывать, получается. Есть система торговли, один капитан Вульф у нас здесь стоит. И у него меняется раз в какое-то определенное время снаряжение. Приклад МП-40. МП... О, приклад, блядь, есть на МП-40. А что бы, блядь, мне приклад не заебашить? У меня теперь с прикладом пушка. Теперь у меня не будет дергать так сильно. 60 патров должно хватить, потому что ты идешь лута... Блядь, я еще хочу, что-то меня засосало. Пошли еще на каточку, пошли. Ой, ты что за нахуй упал здесь? Жилет с карманами. Как он здесь оказался? А, патроны для Люгера мы всегда с тобой взять можем. Далее. Значит, какой момент? Мне сейчас игра нравится больше, чем Тарков однозначно. О, нихуя. А, не, нихуя. Нормально. Это, вот, что-то красивое, как будто в Антарктиде в какой-то. Это, оказывается, какие-то астероиды. Что за красота-то, а? Лям им на какой-то планете, как будто... Здесь разъебана турель? Непонятно. Вот, и... Мы-ка на какую-то катку с тобой, по-моему, зашли уже. Здесь, по-моему, и Бениц внутри. Вот, игра мне нравится больше, чем Тарков. Она для меня лучше, чем Тарков. По одной простой причине. Сука! Пизда, кораблю. Это я уже не залечу никуда, да? На станцию. Сука! Могу ли я выйти, эвакуироваться вот сейчас? Я прям перед станцией был. По-моему, они разъебали корабль, когда я не смог залететь вовнутрь. Мне нужно угнать чужой, короче. С чужой карточкой полететь. А, нет, нормально. Могу использовать шлюз. Все. Я не выберусь уже на своем корабле с этой станции. Мне нужно будет брать чужой. И башем декомпрессию. Меня могут подсидеть, правда. Но, тем не менее. То, что динамика у игры стала выше, это пиздато. Играется она приятнее, чем Тарков. Потому что... Высокодинамичная. Вот, слышишь? Кто-то наверху. Сука. Я хуево бинтанулся. Еще кто-то есть. Ни хуя. А бризик можно, блядь. Нормально бинтанулись. Бинт можно найти. Там тело лежит. Мне, короче, чтобы отсюда выбраться... Да. Нужен чужой корабль. Ведяк нихуя. Челика слышал. Стреляют дальше. Кто-то разъебчинка здесь устраивает. Мне нужна его карточка. И шлюз. Он тут. Крыса. Лутался, стоял. Тут еще тело. Блядь. А вот и карточка капитана, которая мне нужна. Сталкер. Сигурник. С пистом пошел. Смогу ли я улететь на его корабле? Давай проверим. Я уже забит. Да. Я на его карточке. Чел уже хотел съебаться. Посмотрим, что у него за корабль. И попробуем улететь. Сука. Пиздил корабль тяжелой. Чел лутался. Видел, да? Ляма, что-то мог взять. Есть ли у него член экипажа? Ну что, кто-то на корабле ждет? Я бы, если бы с другом играл, можно было бы одного оставлять на корабле. Ему тоже пизда кораблю. Он тоже долетел сюда еле-еле. Нельзя использовать, когда пристыкован. Мы уже не вылетим отсюда. Я не вывезу этот лут. Нам нужен еще один челик, который прилетит, сука. Отстыковаться могу? Давай проверим, сможем ли мы отстыковаться. Или я тут застрял, блядь. Да, могу отстыковаться. Всё, 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 всё. Пизда. Фу! Успевай, сука! Успел? я успел еле-еле я успел нахуй на ломах охуенная игра да ты чё нахуй я хочу не ебениться и нравится напиши мне напиши мне если тебе нравится эта игра я прям тащусь от нее я в восхищении просто это прям моя игра по динамике по сосамики и всему прочему мне очень нравится мне очень нравится я безумно тащусь и динамика и сосамика и все вместе взятая ебать игра моей мечты нахуй прям знаешь вот все быстро хуяк хуяк прилетел улетел всех разъебываешь как бы поймать и ты по кайфу такой играешь такой охуенный парень ебай вот мы убили одного игрока мародера и троих этих мы убили получается нпц то есть вот у нас есть карточка капитана как раз таки это моя а часть не могу сделать еще медичок плюс у нас есть такая нихуя 500 стоит на починку сколько на продажу такой дробаш стоит очень дорого это все но починить нихуя 560 торговля сколько тысяч люгер нихуя не стоит да это 276 таких у меня много поэтому ай дроп ним всю эту хуйню сломанную дробашек я бы взял на 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 rush если вдруг что-нибудь будет что-то сильно загружен мне кажется 10 миллиметровок нам нужно взять больше а вот эти тип патронов мы оставим вот так вот консервы и все прочее мы оставляем слушай ну неплохо но я бы шлем забрал какой-нибудь более пиздатый а нету шлема лишь две минуты у нас сейчас будет короче болеть чё я могу сказать тебе по конкретике игры да ну вот я получил уровень мы заходим в изделие теперь и я могу вещь мешок открыл я мы теперь могу его собирать до изготавливать вот мне нужен металлолом и синтетические отходы вот видишь что нам дает это то есть и также я могу крафтить патроны но с определенного уровня уровень 6 уровень 2 а 3 3 какой-то хуйни мне нужно у меня две не знаешь это значит бинты тоже на уровне 2 я могу изготавливать бинт теперь чтобы вы изготавливать мне нужны синтетические отходы это у нас уровня 5 получается пушкино оружие бля ну пиздата многое мы можем изготовить многое мы можем торгануть шестой жилет кстати продается всего за 922 монеты это тоже у меня 6 получается по стандарту м712 а это себе те у нас да слушай а давай учим и пускай если мы найдем такую пушку как м712 до например у нас для нее сейчас будет два таких вот две таких вот вещи вот эти все карточка капитана я могу ее легко продать это причем моя а того чела который я взял да и себе вставил она исчезает ну то есть по факту я грубо говоря что ее бы продал что я могу продать карточку капитана а если я ее утилизировать буду ее я не могу утилизировать консервы не могу утилизировать тогда что я могу утилизировать вот металлолом металлолом понял тут показано тут показано что я могу утилизировать вообще это уже принципе предметы которые вот синтетические отходы из броника можно делать получается вот для того чтобы мы с тобой крафт или еще есть контракты привезите три куска металлолома а я два нашел и мы получим вот видишь потом мешки вот такие всякие ебать ебать тут че есть оружие ангар а это мой 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 корабль получается управлять кораблем ячейки 0 из 3 на 3 человека он до внешний вид как это чё это делается а 4000 долларов у я себе цену у вас вот костюмчик могу 11 200 на 15 уровне вот он стандартный вот он по пизде он в плаще потом можно гонять десантник сосантник он такие всякие с черепом смотри блять 28000 левел 7 то есть все за бабки покупаешь принц я думал раньше это донат шлем и конечно пиздец здесь смотри какие какой тебе нравится мне никакой не нравится шлем абсолютное говнище вот этот у кого более-менее как какой пойми кто вообще выглядит это вот стандартный голос господи значит какие выводы игра охуенная я в нее хочу поиграть ты мне напиши что ты думаешь по этому поводу 10 убита арестантов трое всего рейдов 4 убита рейдеров 5 убита рядовых сас мародеров один вот такие вот дела ребята для я кайфанул надеюсь ты тоже пока пока люблю целую